Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть в фермер-симулятор 19. Это у нас карта осинов. В прошлой части, помните, мы построили завод по ферментированию. Сечка у нас переделывается в силос. Ну, потихоньку, конечно. Не так быстро, как хотелось бы, но переделывается. И сейчас сделаем и традиционным способом силос. Нужно немножко поездить туда-сюда и затоптать. Лучше только, наверное, К-700. Но он у нас там далеко стоит, поэтому я взял Т-150. Этот тоже, я думаю, что неплохо. Утопчет силос, вернее, сечку, и будет у нас силос. Тут вообще, смотрите, по-ровненькому, да? Можно Константина запустить, но я опасаюсь, что он свалится отсюда. С этой горы. Что у нас? 74. Ну, не так, чтобы прям как-то быстро мы тут работали, я вам скажу. Может, и придется Костика просить. Вообще по нулям, смотрите. Я проезжаю, но стоит на одном месте. Как так? 75. Ну, значит, давайте организуем Константина. Рискнем. Если что, снимем потом его с бортов. С бортов. Назад. Вот если ехать как-то по центру, да, то я надеюсь, что не должен он упасть. Так, хорошо. Может быть, назад стоило? Ну, мы сейчас посмотрим. Как у него будет получаться? У нее, да? Ксюха у нас поехала. Что-то я не вижу, насколько тут заферментировалось оно все. 76. Ну, в общем, тут полдня работы. А-а-а, стой! Ты куда? Хе-хе. Не, ну, смотри. Я только сказал, да, о том, что... Хе-хе. А, да. Ну, отсюда уже не выйдешь. Это только, по-моему... Нет, выехал, смотри. Короче, этим трактором тяжело. У него ломается рама, и им тяжело ездить, потому что он туда-сюда его сдвигает постоянно. Из-за этих телодвижений трактора. Он постоянно теряет путь и пытается найти его, и еще больше вот так вот виляет. То есть сюда нужен какой-нибудь колесный, а еще лучше, конечно, было бы гусеничный трактор. Вот, ну, у нас гусеничного пока что нету. Волгарь мы сдали, и покупать назад я его не хочу, честно говоря. Так, вот это вот тут поставить, чтобы нам не сильно мешало. Туда. Вот, поэтому будем работать тем, что у нас есть. Сейчас К-700 найдем. Поработаем с его помощью. Соберем. Хотя можно, знаете, и Фэндом, потому что... Ну, это точно такой шире немножко колеса, но не факт, что будет лучше. Фэндом, наверное, будет все же получше, его не так будет сильно плющить на этом борте. Вот, и подберем немножко сенца, подкинем коровам. А то они там совсем уже изголодались. И посмотрим, может быть, там поле уже нужно убирать. Так, хорошо. Так, включайся, ты не ту кнопку нажал. По крайней мере, этот трактор не должен застрять. Классно, мне нравятся так значки вот эти новенькие. Почему разрабы не сделают сами такое, непонятно. То есть ждут и смотрят, насколько мододелы хорошо сделают мод, и нужен ли этот мод будет игрокам. Если нужен, то тогда они это в игру имплементируют, вставляют. Так случилось с выгрузкой где угодно. Помните, это был, по-моему, в 13-м фермер-симуляторе мод, который позволял выгружать где угодно, что угодно. И таким образом там, скажем, лужи засыпались там песком или сеном или еще чем-нибудь там. Все, чего было не жалко, то и сыпали. Вот сейчас же это уже не мод, это уже вставлено в игру, и мы можем сыпать сами где хотим. Так, все. 100%, хорошо. Так, поехали. Это нужно было сделать, конечно, давным-давно уже, силос. Кстати, хорошо, что я вспомнил. По-моему, у нас тут свинки собирались продаваться, если я не ошибаюсь. Нет, я их продал. Все коровки, вернее, все свинки проданы. Все что? Все, что были лишние. Все кто были лишние. И заедем, посмотрим, сколько там уже силоса сделали. Может, там уже тофига. Да выгрузить коровам. Пускай жуют. Тогда сено не нужно будет им возить, представляете? Красотень. Тогда лошадкам у нас сено все пойдет. На соломе и на воде. Исключительно этим и питались наши коровы. Так, и давайте поглядим, что там с нашим заводиком. Сколько там уже? Семь тонн. Нормально. Поехали, набираем. Посмотрим, как коровы будут, есть его или нет. Все-таки немножко нетрадиционным способом сделан этот. Что это с вороной? Полетело. Наклевалось, наверное, нового силоса. Супер. Немного, конечно, да. На большой коровник нужно постоянно загружать его. 90 тонн, 100 тонн вернее, да. Но это дня на 4, на 5, может быть. Если сотня коров и больше. Ну, 51 тонна всего. В общем, коров кормим исключительно силосом. Лошадок исключительно сенцом. Тогда нам хватит и тем, и тем. А если все будут кушать сено, то тогда кому-то точно не хватит. Так, погнали и посмотрим сейчас на поле. Не нужно ли там уборочную начинать? Я уже соскучился за комбайном. Уже охота поездить, поубирать хоть что-то. Нет, еще зреет. Еще зреет, но скоро созреет. Кстати, тут у нас на супермаркете большой спрос. На что именно? Этот самый огромный спрос. Мне просто интересно. Не на молоко ли? У нас молока там дофига. На яйца. На яйца, которых нету. Один большой спрос я, кстати, пропустил уже. Но был он на ячмень. Вернее, на овес, который у нас для лошадей. Вернее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что-то удобрил, да? Что-то как-то удобрил... Сэкономим на удобрениях, когда будем сеять... Тут вот что-то такое непонятное... Может быть, даже... Хватит и на еще раз удобрить? Нет? 317 навоза! 317 тонн! У нас хватит еще на два раза... И по второму разу можем проехаться, удобрить тоже навозом... Все бесплатно, представляете? Сюда нужно было бы ухлопать тысяч на двадцать удобрения, если бы мы сейчас работали... Сеялкой с удобрением... И по второму разу тоже... А тут... Все бесплатно... Так, и... Борт... Борт... Сейчас его нужно сделать... Так, и назад... Не обязательно, наверное, спускаться... Пускай по-ровненькому ездит... Вот тут только сидим чуть-чуть... Всем пока! Окей! Все бро Днэк Ты Номyw Вот, ну, нафига. Спрашивается. Ездила, ездила, поехала куда-то. То есть, тут, скорее всего, с курсом проблемы, а не с трактором. Что с одним, что со вторым. То есть, тут, скорее всего, с трактором. То есть, за два проезда делается один процент. Что-то мне надоело. Да, уже этим заниматься. Позанимаемся как-то немножко попозже. Может быть, знаете, что сделать? Может быть, трактор запустить только взад-вперед по ровной части, чтобы он ездил. Чтобы он вообще не съезжал. Может быть, тогда он не упадет. Все-таки помощь нужна, потому как пять минут туда-сюда ездить, что-то как-то не очень интересно. Так, мы попытаемся заехать прямо внутрь. Вот скажем так, да? И здесь записать маршрут. Так. И назад. Посмотрим, сейчас даст назад и поедет вперед. Съедет или нет. Ну, вроде бы, смотрите, да? Вроде бы катается так, как надо. Хорошо, пускай работает. Так, здесь у нас уже работа заканчивается почти. Немножко осталось. А здесь еще конь не валялся. Можно, я думаю, побольше поставить. 60 скорость. Пускай вечереет, пускай там темнеет, чтобы рожай побыстрее созрел. Снимать. Так. Продолжение следует... Так, а интересно, сколько? 721 тонна. Здесь уже больше, чем у нас на коровнике. 721 тонна, капец. Итого 1,3. 1300 тонн. Силоса, 1300 тонн. Плюс еще 100 тонн там будет. Представляете? Даже если он будет... Не такой дорогой, как... Мы об этом мечтали. Все равно мы сможем подзаработать. Как минимум, четверть миллиона мы сможем на силосе поднять. Это я уж не говорю о том, что у нас еще примерно половина... Еще половину нужно собрать. Сечки. Это точно. Если мы эту работу сделаем, продадим это все, то точно хватит на большое поле. Лошадок продать, продать силос, продать молоко, урожай и... Хватит нам на нашу большую мечту. Трактор огромный есть. Комбайн суперкрутой тоже имеется. Вот осталось только более крутое получить. Поехали. Подписывайтесь. Дорогой. так что там созрела может быть уже ну вот-вот вот-вот созреет короче говоря я думаю что в следующий завтра вернее завтра мы уже будем убирать урожай а Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь нужно заезжать и разравнивать, иначе застрянем в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что будет, если сейчас переместиться в кабину, как его колбасит, а? Ни у кого нету там морской болезни. Если нету, то она может появиться. Давай, 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 давай. У тебя же колеса вон какие огромные задние, которые позволяют выехать на любую гору. Продолжение следует... Продолжение следует... Я так думаю, что еще несколько прицепов под 900 тонн. Потому что тут уже фиг заедешь в следующий раз сюда. Вот, и то же самое накрываем его и ждем, когда будет силос рядом. Тут же продаем это все. Ну и как я вам говорил, что мы переносим силосный бурт отсюда и точку продажи тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Содержание скота 8 тысяч. Представляете? 8 тысяч в день. Это наш работник, который их поет, кормит. Не слабо так он берет. Так, ну хорошо, ладно. Я предлагаю встретиться в следующей части, продолжим. Теперь уже, скорее всего, завтра будем убирать урожай. И, возможно, даже будем сразу ее продавать. Посмотрим. Скорее всего, да, потому что у нас урожай был посажен специально для продажи. Для животных все уже хранится, все есть. И, в общем, останется только зарабатывать на наше новое поле. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok